Добрый день, меня зовут Михаил Прохаев, начальник казначейства Банка Церех. И по нашей традиции мы дадим несколько комментариев по ситуации на денежном валютном рынке. Если охарактеризовать коротко, то ситуация на денежном валютном рынке в настоящий момент остается достаточно спокойной. После значительных флуктуаций на валютном рынке пара доллар-рубль нашла свое равновесное состояние на уровне 34,50-35 рублей. Остается торговаться с начала этой недели по текущий момент в районе 34,70-34,80. В немалой степени этому способствовала значительно массированная продажа валюты со стороны российских экспортеров. Массированные продажи начались с конца прошлой недели и продолжались в начале этой недели. Таким образом, российские экспортеры зафиксировали достаточно выгодный для них курс доллар-рубль и остудили, скажем так, несколько остудили спекулянтов и игра на повышение доллара была приостановлена. В то же время, продавая валютную выручку, большое количество рублей вылилось на межбанковский рынок и рублевые ставки на межбанковском рынке значительно снизились относительно начала прошлой недели. Мы наблюдали даже снижение ставок до уровня 4%, что говорит о том, что рынок рублевой ликвидности находится в очень хорошем состоянии. И можно с уверенностью сказать, что локально рынок нашел свои равновесные уровни на приемлемых значениях по рублевым ставкам. Это 5,5-6% и, как я говорил ранее, в паре доллар-рубль 34,50-35 рублей. Полагаем, что такая ситуация будет продолжаться какое-то время, во всяком случае до периода налоговых платежей. Еще бы на что хотел бы обратить внимание, завтра в пятницу 14 февраля состоится заседание Центрального банка, на котором будет обсуждаться вопрос процентных ставок. Мы не исключаем, что, возможно, Центральный банк может изменить процентные ставки по операциям валютный своп. В случае повышения этих ставок укрепление рубля может быть продолжено. Мы согласны с мнением официальных представителей, что процесс ослабления рубля закончился и видим целевые показатели до конца февраля на текущих уровнях. Еще раз повторюсь, это уровни 34,50 рубля, 35 рублей. Что еще было заметно на этой неделе? Это произошедшая девальвация у наших соседей в Казахстане. Центральный банк Казахстана пошел несколько другим путем, нежели Центральный банк России. Он одномоментно девальвировал казахский тенге на 20% до уровня 185 тенге за доллар. Тем самым таким шоковым движением он остановил атаку на национальную валюту. В принципе, это достаточно разумная политика. Тем самым Национальный банк Казахстана отбил спекулятивные атаки на тенге, которые были неизбежны в то время, когда национальные валюты стран, входящих в таможенный союз России и Белоруссии, с начала года значительно девальвировались. Также девальвировалась и гривна. Украина формально не входит в таможенный союз, но однако экономические связи между этими четырьмя странами Казахстан, Украина, Белоруссия и Россия достаточно крепки. И слишком крепкий тенге на фоне девальвирующихся трех остальных валют. Валют, скажем так, ставил казахскую экономику в определенное проигрышное состояние. Теперь, что называется, валюты сравнялись. Поэтому мы считаем, мы полагаем, что Национальный банк Казахстана сделал своевременное и правильное решение. Как это отразится на российской валюте? Мы полагаем, что большого значения девальвация тенге не будет иметь значительного влияния на российский рубль. Как я уже сказал, это достаточно ожидаемое и понятное действие со стороны Национального банка Казахстана. Поэтому влияние на российский рубль, по нашему мнению, будет незначительным. Вот в целом, наверное, в двух словах такая сейчас ситуация на валютном денежном рынке. В целом, в двух словах можно охарактеризовать относительно спокойствия и нахождения своих равновесных значений после достаточно бурного начала года на валютном, прежде всего, рынке России. Спасибо большое.